В 8 утра в центре Сочи тысячи людей со всей России и 16 стран мира. Они надели спортивную одежду, обули кроссовки, чтобы стать участниками крупнейшего марафона. Первая дистанция самая короткая – 2 километра 100 метров. Но именно ее решил преодолеть двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода. Выбор забега спортсмен обосновал. Две медали и капустометровка – моя коронная дистанция. Самое главное – вывести людей, чтобы они хоть начали какую-то физическую активность. Вот это две стуны – как раз то самое начало активности. Та самая дистанция, которую может пробежать абсолютно любой человек, который просто встал со стула и попытается двигаться вперед. Присоединился к короткому забегу чемпион мира на коротких дистанциях. Правда, водных – пловец Данила Изотов. Готовимся вместе с девушкой, побежим. Мы приехали с Красной Поляны и специально именно, чтобы поучаствовать, может быть, даже выиграть. На время марафона бегунам отдали ключевые дороги Сочи. Морской порт, зимний театр, курортный проспект, Дендрарий. Общая протяженность круга – 10 километров. Поддержать участников пришли тысячи болельщиков. Среди них и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Наши многие сочинцы, которые приняли участие в этом марафоне, они гордятся теперь. Вот ваш коллега Игорь Сизов, он тоже сейчас подошел и похвастался, что он воеводу обогнал на дистанции 2,5 километра. Это же здорово. Ну и воевода, надеюсь, задумается, что надо бегать лучше. Опробовали в Сочи новую дистанцию под названием «Марафон на двоих». Это эстафета, в команду которой вошли мужчина и женщина. Каждый из них бежал полумарафонскую дистанцию. Ответственности больше, да, когда бежишь, понимаешь, что можешь подвести товарища. Поэтому стараешься прямо. Варианта сойти нет вообще никакого. До награды добежали около 100 спортсменов. Общий призовой фонд составил более 800 тысяч рублей. Абсолютным победителем марафона стал инженер по профессии Виталий Логинов из Иваново. Свой 48-й марафон он преодолел за 2 часа 29 минут и 4 секунды. Такого результата никто не ожидал. Сочи марафона! Фантастические люди! Воспроизводство! Ленточки не было. Я финишировал среди бегунов на дистанцию полумарафон. Почему-то они оказались рядом со мной. Я не знаю, как так вышло. Сочинский марафон уже внесли в десятку крупнейших в мире и в тройку самых масштабных в стране. Спортсмены и болельщики надеются, что ноябрьские забеги станут традицией. И, возможно, тогда кубанский марафон побьет рекорд московского и наберет десятки тысяч участников со всей земли.